Очень рад приветствовать всех, кто присоединился к нам, дорогие друзья, очень-очень воодушевлен тем, что мы можем вместе с вами сегодня открыть Священное Писание. И порассуждать на темы, которые у меня есть в моем сердце. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Иисус, которого мы не знаем». И хочу пояснить, о чем идет речь. Во все времена среди тех, кто следовал за Иисусом Христом, было немало разочарованных последователей. Мы видим в Писании, что были люди, которые услышали проповедь Иисуса, когда Он говорил о том, что «всякий, кто будет есть плоть мою», и когда они услышали вот эту фразу, они сказали, как можно идти за Ним? Кто может это принять? И они отошли. Иисус повернулся к другим ученикам, которые стояли рядом, и сказал, не хотите ли и вы отойти? На что они ответили и сказали, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Люди не понимали, о чем Он говорил, и уходили. Другие рисовали свои картины и представляли, каким образом должен вести себя Иисус, если Он Мессия. Он обязательно поступит вот так, а не иначе. Они предполагали, и если Он действовал не так, как они думали, они тоже уходили. Даже когда Иисус позволил распять себя, чтобы искупить людей от греха, когда Он совершил то, для чего и пришел в этот мир, многие люди даже в это время были разочарованы. Друзья, изменилось ли что-либо сегодня? Понимаем ли мы, что Он несравнимо больше того образа, который мы с вами нарисовали в нашем представлении, и то, каким мы видим Иисуса? Я хочу сказать, что единственным источником, который есть у нас для того, чтобы узнать, познать Его, есть Священное Писание. Но помните, в Библии был момент, когда Иисус открыл ученикам ум к разумению Писания. Это то, о чем я молюсь, чтобы твой и мой ум, они были открыты, наш разум был открыт, чтобы мы могли понимать Писание. Для этого нам нужен Святой Дух. Потому что в Библии сказано, что буква убивает. Если ты просто читаешь, и ты по уму интерпретируешь, толкуешь, рисуешь, ты, конечно же, однажды разочаруешься, потому что это будет просто буква, которая убьет твою веру, твое представление. Ты увидишь, что в жизни, и по факту это не так. Таким образом, когда Иисус сказал, что буква, или Павел сказал, буква убивает, он сказал, Дух животворит. Поэтому слова, которые записаны здесь, они нуждаются в том, чтобы они были соединенные с Духом Святым. И Слово Божие, соединенное со Святым Духом, и вот в единстве с Духом, вот эта комбинация слова и открытый ум к разумению, Писание, Дух Святой, который показывает, и мы сможем пройти сквозь разные сезоны нашей жизни. Я хочу начать с одной истории. Это история, которая случилась с учениками сразу после воскресения Иисуса. Она записана в Евангелии от Луки в 24 главе. Я буду чуть-чуть говорить об этом, рассказывать и сделаю несколько акцентов. История была такова, что однажды двое учеников, они шли из Иерусалима в одно селение, которое называлось Эмаус. Они шли и разговаривали между собою, и рассуждая, они не заметили, как возле них оказался еще один прохожий. И этот человек выглядело так, что он идет вместе с ними тоже туда же, в тот же поселочек. Но они не узнали, кто он. На самом деле, это был сам Иисус. Как удивительно, да? Ты идешь по жизни, ты даже можешь не знать, что рядом у тебя идет Иисус. Идет Иисус. Они шли, они были разочарованы. Они не понимали, что же произошло, почему Иисус умер. Они по-другому представляли, они по-другому видели всю развязку. И это было просто чем-то просто... Они ни о чем другом даже думать не могли. Все, о чем они думали, почему это случилось. И когда Иисус, и я рядом, услышал, о чем они рассуждают, он спросил у них, почему вы такие грустные? Они в действительности грустели. Когда твои планы разбиваются, ты грустишь. Когда ты нарисовал какую-то идею и мечту, и ты бежишь к ней всеми силами, а потом не получается. Что, радуешься? Да нет, ты разочарован. И вот они так же. И тогда один из них, которого звали Клеопа, сказал в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о том, что произошло в эти дни там? А Иисус как будто не знает ничего. Он говорит, о чем это вы? Они сказали ему, что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове. Как мне это нравится? Сильный в деле и слове. Я так хотел бы, чтобы когда-нибудь кто-то назвал мое имя, сказал, этот человек сильный в деле и в слове. И твое имя также, да? Сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Вот здесь внимание, 21 стих. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Знаете, что было дальше? А дальше Иисус, начиная от Моисея и пророков, изъяснял им и показывал им, о чем говорила вся Библия. Начиная с первой страницы от Бытия, от Моисея, потому что Бытие написал Моисей. Начиная с самого начала, Он показывал им и даже упрекнул их. Он сказал, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И показывал, что вся Библия говорит об Иисусе. Вы знаете, что было дальше? Тем временем они пришли в этот поселок, в Моис. А он выглядело так, что шел куда-то еще дальше. Но они упросили Его, и Он зашел вместе с ними, и когда они были в доме, Он взял хлеб. Он благословил, когда эти руки, которые были пронзенные, взяли хлеб. Благословили в этот момент. Их глаза открылись. Они узнали Его, это Ты, Иисус наш. Как это удивительно. Пусть бы Твои глаза и мои глаза открылись. Это Ты. Оказывается, во всей этой беде, все везде, это есть Ты. Ты не спишь, Ты не дремлешь, Ты хранишь нас. Ты сказал, что Ты будешь оберегать нас на всех путях наших. Даже в период пандемии, даже в период вот этих бедствий всех. Когда количество смертей или заразившихся все время идет вверх, этот график. Господи, где Ты? И вдруг глаза открываются. Это Он, Иисус наш. И Он становится невидимым. Они говорят, не горело ли сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание. Вот доверяй своему сердцу. Доверяй своему сердцу. Оно внутри горит. Внутри что-то не так. Внутри прислушивайся Духа Святого. Если Господь позволил, будем живы. Я хочу показать, как жить в эти дни, когда так много перемен, когда рушатся планы, когда экономика идет вниз, когда не хватает денег, когда нет работы и нет дохода того, который был раньше, когда беспокойство, страх и тревоги наполняют всех вокруг нас. Как жить в это время? Мы поговорим об этом в следующий раз, если Господь позволит. Но я хочу сегодня обострить ваше внимание, что Иисус, оказывается, был во всем Писании на протяжении тысячелетий и открывался с разных сторон. Вы это видели или нет? Я выписал, и я очень кратенько хочу вам дать несколько моментов. Знаете, как я это представляю? Представьте себе, что вы пришли, не знаю куда, в какой-то очень крутой ювелирный магазин. И просто спрашивайте, покажите мне самую крутую вещь, самое крутое изделие, которое самое-самое-самое-самое. И вам продавец достает какое-то изделие из золота. Но в золоте, обрамленными, есть много разных камней. Есть чуть меньше, чуть больше, чуть такие, чуть такие. И вы смотрите, и там есть такой побольше камень. Вы даже боитесь о цене узнать, потому что у вас, вы знаете, не хватит денег. Но продавец, включив свет, смотрит, и он говорит, смотри, а вот это, а вот это столько-то крат. Это бриллиант, смотри, как он сверкает, смотри, а смотри на вот этот бриллиант, а смотри на этот бриллиант, а смотри на этот бриллиант. А вы вот отсюда посмотрите, а вот отсюда посмотрите, а вот отсюда. А как переливается, а как цвета переливаются. Ты смотришь и понимаешь, что перед тобой что-то очень драгоценное. Много разных бриллиантов, много. И они все как-то вот так красиво, вот они все вот в этом одном изделии. Один такой большой бриллиант, очень дорогой, очень дорогой. Вот так я представляю Библию. Я представляю себе, что везде в каждой книге есть этот бриллиант, это Иисус. Это главное, оказывается. Главное, в творении был Иисус. В книге «Исход» был Иисус. В творении Он был как семя жены. В книге «Исход» Он пасхальный агнец. В книге «Левит» Он первосвященник. В книге «Чисел» Он в облаке. Днем облака, ночью огненный столб, согревающий. Он ведущий во второзаконии, Он пророк, как Моисей. В книге Иисуса Навина Он совершитель нашего спасения. И я могу продолжать и продолжать, продолжать в каждой книге. В каждой книге. Потом мы добираемся до Нового Завета. А там пять книг рассказывают об Иисусе. Евангелие 4, книги 5, значит, книга, где тоже мы читаем о том, как действовали апостолы, когда они несли Евангелие. И это такой большой булыжник. Или как-то, ну, не булыжник, а такой камень большой, драгоценный. В этом изделии оказывается все новые грани. Кто Он? Кто Он? Помните, в послании к евреям сказано, что Бог многократно и многообразно говорил издревле. Но в последнее время говорил нам в Сыне. И наша резкость на Сына, на Иисуса. Нам кажется, все. А потом уже идут послания. А послания – это то, что апостолы писали церквям. Ну, где там образ Иисуса? Там больше наставления, там доктрины больше. Там вот как церковь вести больше. А потом книга Откровения. И в книге Откровения мы встречаем удивительный образ Иисуса. Вы помните, прямо в первой главе Иоанн слышит голос как бы трубный. Это было в день воскресный. Поворачивается на этот голос, и перед ним предстоит Иисус во всей славе своей, в сиянии своем, в красоте своей. Иоанн описывает его. Вот он, воскресший Иисус. Он описывает его. Он выглядит, как иудейский священник, одетый в такую одежду священническую, в падир. И он опоясан золотым поясом. И глаза его, он обратил, значит, внимание на то, что глаза его и волосы его, какие они? Волосы, голова белая. Глаза, как пламень огненный. И ноги, подобные вот такому металлу, халкаливану, как раскаленные в печи. И голос его, как шум, вот многих. И также из ус исходил меч обоюдоострый, который символизирует Слово Божие. Когда Иоанн увидел его в таком одеянии, в такой славе, в таком величии, он не знал его таким. Это новый образ для Иоанна. Потому что Иоанн ходил с Иисусом, был одним из учеников. Он упал перед ним, как мертвый. Иисус протянул свою руку и сказал, не бойся, я был мертв, осежив во веки веков. Друзья, но я хотел бы с вами сегодня поговорить еще об одном образе, рассмотреть еще один бриллиантик. И я хочу вместе с вами открыть 63 главу. Потому что этот образ описан там, и этот образ также перекликается с откровением с 19 главой. И я признаюсь вам, что я не слышал ни одного проповедника, кто бы взял этот образ Иисуса и раскрывал бы его. Пожалуй, это одно из самых, наверное, вызывающих текстов в Библии и самое сложное для понимания место, чтобы описывать Бога. И здесь Исаия открывает глаза своим и видит человека, человека, идущего. И он описывает от Едома. Едома – это та территория, где сейчас Саудовская Аравия, вот на юг от Израиля. И он видит его в одеждах, но они красные. Он видит его идущим. И он идет в сторону Иерусалима. И когда он смотрит на него, он видит его величественным, сияющим, сильным. Он идет в сторону Иерусалима. 62 глава Исаии – это продолжение вот того слова, которое Бог дал Исаии. В 63 продолжении вы можете оттуда видеть, что Исаия, по всей видимости, в Иерусалиме. И он смотрит и видит, что он идет в сторону Иерусалима. И он задает вопрос, кто это, кто идет от Едома в червленых ризах от Васора, это один из городов того древнего мира, кто это, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, смотрит и понимает, что он сильный, понимает, что он мощный, понимает, что он не какой-то слабенький, там, хлюпик такой идет, вот как, бредет такой вот едва ли. Он идет в силе, в сиянии и в славе. И он слышит ответ, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Я хочу остановиться на этом. Фактически он понимает, это Господь, это Иисус, это Он идет. Помните, что Исайя пророчествовал за 700 лет до того, как Иисус пришел. То есть, Он еще, Он еще даже не пришел впервые. Но Исайя видит такую картину, и он слышит, это Я, говорящий, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Я хочу остановиться на этом. Друзья, многие люди видят только одну сторону Бога. Они видят Его, там, где написано в Библии, Бог есть любовь. И это правда. Бог есть любовь. Все, что Бог делает, это продиктовано любовью. Но наше понимание любви, оно очень, знаете, какое, рождественское, я бы сказал. Рождественский Иисус, дай печеньку, дай пряник, исцели меня, помоги мне, благослови меня, ну дай мне чуть лучше, чтобы я жил, дай мне чуть больше условий, чтобы мне было хорошо, ну дай мне хорошего мужа, хорошую жену, ну что-то дети мои такие непослушные, дай мне детей послушать, или дай мне как-то воспитать их, или что. Ну нет денег сейчас, дай мне, дай мне. Мы настолько сильно ориентированы просто на все то, что вокруг нас, как рождественский Иисус, просто рождественский, такой хороший, маленький, младенчик. Для нас это называется любовь. Мы не можем даже вообразить себе, что в любви, в понимании Божьей любви, которая никогда не прекращается, есть момент дисциплины, и есть момент воспитания, и есть момент суда. Для нас слово суд – это просто что-то страшное. Для нас, если сила Божия, то, конечно, только защищающая нас, и правда, он сильный, чтобы спасать. Апостол Павел говорит о Боге, и он говорит, который хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Тимофея, 2 глава. Который хочет, чтобы все спаслись. Это генеральная линия Бога. Он хочет, чтобы все спаслись. Здесь внимание, но не все спасутся. И мы знаем, что дьявол тоже действует на этой земле. И мы знаем, что дьявол также преуспевает во зле. И мы знаем из послания к римлянам очень сложный текст. Он простой, но он сложный в самой сути своей. Здесь, в первой главе, описаны люди, и есть трижды. Одна фраза, которая повторяется с 21 стиха по 28. Здесь написано, предал их Бог. Подождите. Предал их Бог. Слово предал означает предательство. Не, ну Бог верный, Он не предает. То есть, отказался от них Бог. Подождите. Это в Библии? Это в Библии. Те, которые познали Его и не прославили Его, как должно. Они осуетились умствования своих. Они предались тому, чтобы наслаждаться всякими плотскими утехами. Они стали извращением заниматься. Читаете там? Мужчины разжигались на мужчин. И там целая характеристика. А что же Бог сделал с ними тогда? А Бог предал их. Превратному уму. Другими словами, Бог отказался от них. Скажите, подожди, а как же Бог любовь? Вы знаете, есть какая-то черта, переступая которую, люди могут оказаться в этом положении. Читайте вашу Библию. Я знаю, что я говорю очень непопулярные вещи, но я хочу, чтобы мы были зрелыми людьми. Не только рождественский Иисус. Бог сильный, чтобы спасать. Он спасает. Но в этом спасении, когда человек не хочет, когда человек выбирает такой путь, когда человек наглеет, дерзит и идет этим путем дальше, может быть момент, когда Бог говорит, я их предаю. Пусть они делают то, что они хотят. Это страшно. Намного лучше пусть он дисциплинирует меня, чтобы он не был равнодушный ко мне. Пусть он очищает тебя и меня. Пусть он говорит к тебе и ко мне. Но только, чтобы не оказалось так, что он оставил и сказал, делай все, что ты хочешь. Вернемся к этому описанию. И Исайя смотрит на него и задает ему вопрос. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как утоптавшего вточилие? Почему? Да потому что у Исайи, так же, как и у всех других пророков, образ Божий, это образ сияющий. Это образ, ну вот, как видел Иоанн, в белых одеждах. Помните, в Песне Песней описывает Соломон. Он описывает там, в пятой главе, насколько прекрасен Иисус, возлюбленный. И там несколько стихов, которые описывают его так близко, как будто он навел резкость на него. И он описывает его части, тело практически так, ну вот, как он видит, как он понимает. И там Иисус сияющий, любящий. И там душа человеческая томится, чтобы быть с ним ближе, потому что он прекрасный. И такого Иисуса мы знаем, такого Иисуса мы знаем, любящего, помогающего, защищающего, держащего все в своих руках. А Исайя, что ты, что ты здесь пишешь? Какого Иисуса ты здесь описываешь? Он задает вопрос, почему это одежды твои красные? Почему они? И здесь сказано, что как утоптавшего вточили. Помните, в те старые времена тогда у них был такой пресс, как они делали сок виноградный или вино, как они делали. Они собирали виноград, они складывали в одну большую емкость такую, и потом человек туда забирался, вот там сколько-то было, может быть метр, может быть меньше, больше, и человек топтал, ходил по этому винограду просто физически топтал, и в конце, как бы сбоку была небольшая трубочка, по которой стекал сок. Когда человек топчет виноград, это пресс такой был, человеческий пресс в те годы, конечно, он весь будет забрызган, он будет забрызган весь виноградным соком, который здесь. И Исайя смотрит и говорит, «А у тебя одежды, как будто бы ты вот вышел оттуда с этого виноградного пресса. Что это, Иисус? Почему у тебя такие одежды? Почему они не белые?» И Иисус отвечает, «Я топтал, точила один, из народов никого не было со мной. Я топтал их во гневе моем, я попирал их в ярости моей». Я должен остановиться здесь, друзья, потому что у Исаии также есть текст, где Бог открывает свое сердце, каким образом Он совершает свой суд. Это Исаия 28, глава, 21 стих. И здесь написано так, «Восстанет Господь, как на горе Церацииме разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело и совершить действие свое, чудное, как бы странное действие свое». Вот Он, как Бог описывает. Он говорит, «Но есть что-то странное, что мне придется сделать? Это абсолютно необычно для меня. Я не хочу этого делать!» Но будет момент, когда вы увидите и вы узнаете, что я не только рождественский Иисус, что я также справедливый Бог и справедливый судья. Необычайное дело. Вы знаете, если будем читать дальше, что было там, то Иисус описывает и Он говорит, «Я попирал народы во гневе моем и закрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их». Это шестой стих. Сложный, тяжелый. Подождите. У Иисуса не кровь на руках спасающая и исцеляющая. У Иисуса кровь народов, которые Он попирает во гневе своем. А когда это? Где это? А как это? Хочу сказать, что я верю, что это не исполнилось еще. Потому что в Откровении в 19 главе именно эта же самая ссылка и там идет речь о том, как завершается этот век, как завершается этот сезон. Нам нужно понимать, что в Библии есть понимание, есть понятие, есть слово «вовек». И есть такая фраза «во веки веков». То есть время течет из одного века в другой, из одного века в другой перетекает. Помните, там Иисус однажды говорит, что если вы похулите из Святого Духа, то не простится вам ни в всем, ни в будущем веке. Подождите, то есть есть этот век, есть будущий век. И вы знаете, но мы также знаем из истории, что древний мир был потоплен водою. То есть тот древний мир, та цивилизация древняя, тот век завершился потопом. Апостол Петр говорит, нынешние небеса и земля содержатся тем же словом ко дню суда, ко дню огня. То есть оказывается в конце истории будет момент, когда все народы соберутся против Иерусалима, потому что Бог избрал Иерусалим, вся Библия говорит об этом. И все народы восстанут. Это то, что называется битвой Армагеддон. И тогда сказано у Агея придет желаемый. То есть весь Израиль и церковь в том числе, они будут взывать, и дух, и невеста говорит, приди. Они будут взывать от скорбей, от ситуации, приди. Придет желаемый. И знаете, как он будет идти? Он будет идти, справляясь, судя, наказывая, уничтожая армию Антихриста, уничтожая народы, ступая во гневе своем и попирая народы. Вот такая картина здесь. Следующий стих, седьмой стих. Я не могу закончить на шестом стихе. Я хочу, чтобы мы дочитали до седьмого. В седьмом написано так, «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам и великую благость Его к Дому Израилеву, которую Он оказал Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Слышите, милость тут же воспомяну милости. То есть милость Господня, она не исчезла. И давайте откроем 60-ю главу. И здесь написано во втором стихе, «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Слышите, мрак покроет, а над тобой всегда была разница между детьми Божьими и людьми, которые не приняли Господа. Но в какой-то период времени эта разница абсолютно не видна, потому что мы смотрим, нам кажется, ну они все одинаково живут, он верит, не верит. Но придут дни, когда эта разница будет очень сильно видна. Придут дни, когда над народами будет настолько страх, хаос, паника, восстание против Бога. соберутся народы против святого, и тогда в это время Иисус, Он будет идти для того, чтобы спасти, а над тобою воссияет свет Господень. Друзья, я хотел, чтобы мы увидели этот образ. И я хочу сказать, что это не просто когда-то в будущем, значит, в Боге это есть. В Боге есть сила судить и наказывать, и все это наш Бог, любящий Бог. И я хотел бы оставшееся время задать еще несколько вопросов, не знаю, сколько у меня получится, но, по крайней мере, один или два вопроса, и попробую на них ответить. Сложные вопросы. Понадобилось время для того, чтобы я сформулировал то, во что я верю именно в этом сезоне. И первый из них наша ситуация, этот коронавирус, он от Бога или от сатаны. Почему это так важно? Если вы смотрите различные программы, передачи, вы можете услышать того, кто скажет, это явно от дьявола. Они проклинают этот вирус, они посылают его в ад, они запрещают, они молятся. Есть другие, которые говорят, нам нужно принять это, потому что это от Бога. И я хочу сказать, друзья, это важно, знать ответ, потому что от этого зависит наша реакция. Но перед тем, как я отвечу на это, я хочу сказать, что существует четыре источника в нашей жизни давления, которые, которые, они реальны. Первый из них написано у Агея во второй главе, шестой, седьмой стих, что я, так говорит Господь, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и потрясу все народы. Но интересно, что если вы будете исследовать, то вы увидите, что это не просто единократное переживание, то есть потрясения в глазах Божьих, это как сезон потрясений, начинаются, и я лично верю, что они начались уже сейчас, как сказано в Евангелии от Матфея в 24 главе, что это начало, начало болезней, начало родовых схваток, схватка, потом отпустит, потом все вроде в норму пришло, потом снова схватка, потом частота увеличивается, поэтому первый источник, Бог потрясает землю, это то, во что я верю, Бог потрясает землю. Есть потрясающая книга, которая была написана буквально около месяца тому назад, Джон Пайпер, один из известнейших проповедников и мыслителей нашего времени, он написал книгу о коронавирусе, и я очень рекомендую прочесть ее, потому что там у Джона Пайпера вы увидите Бога, не маленького Бога, который пропустил какой-то вирус здесь, о Бога всемогущего, сильного, держащего все под контролем, в руках своих, который не дремлет и не спит, который хранит своих детей, который очень четок в том, как далеко может пойти что-либо, какое-либо бедствие, который говорит, я даже волосы сосчитал, который говорит, я даже волосы сосчитал на голове твоей, вот в такого Бога я верю, вот такому Богу я отдал свое сердце, и ты тоже, вот на такого Бога мы уповаем, и написано, те, кто надеялись на Него, они не были постаршены, и так, первый источник потрясения, это сам Бог, второй источник, это атаки дьявола, и я хочу сказать, что дьявол всегда атаковал и атакует то, что делает Бог, в этом нет ни малейшего вопроса, всегда, всегда дьявол атакует дело Божие, третий источник наших потрясений, это грехи людей, друзья, очень часто, многие беды, трудности и потрясения происходят в результате нашей греховности, нашей испорченности, я хочу сказать, что мы даже не догадываемся, как сильно человечество испорчено, подумайте только, от 56 миллионов до 75, это статистика официальная, которую я смог найти, это количество абортов, происходящих в мире, но мы должны помнить, что в таких странах, как Африка, африканских странах, в Индии, в других странах третьего мира, там нет никакой статистики, эту цифру смело можно умножать на двое, на трое, невинная кровь, нерожденных младенцев просто течет рекой, по нашей земле, миллионы, миллионы людей, детей нерожденных, каждый год убиваются, мы даже не можем представить себе, как далеко пошло зло, но Царство Божие сильнее всего этого, но грехи людей, это тоже источник наших потрясений, и четвертый источник, это стенание, или вот этот зов, вопль, который слышен от творения, стенание творения, римлянам 8 глава, 18 стих там, или 20 стих там, написано, что все творение подчинилось суете недобровольно, в результате грехопадения, все творение, сотворенный мир, оно стенает, теперь я хотел бы задать вопрос, что нам делать, какова реакция, и, соответственно, когда мы говорим о том, что этот коронавирус не без воли Божией, и Бог стоит, как краеугольный камень, в основании всей этой беды, то мы в этом случае смиряемся перед Богом и говорим, Господи, дай нам Твою милость, когда мы говорим, что нас атакует сатана, то мы противостоим против дьявола, мы просто поднимаемся во всей власти Иисуса, и применяем эту власть, чтобы остановить действие и атаку дьявола, когда мы говорим о том, что люди грешат, то мы склоняемся и каемся, когда мы говорим, что все творение стенает, и происходит естественное старение, ржавчина, разрушение, и мы видим это, тогда мы восстанавливаем то, что разрушено. Я хочу задать еще один вопрос, и ответить на него, что говорит Святой Дух нам сегодня во время этой пандемии. И я четыре мысли скажу также. Первая из них, я глубоко верю, что Бог стучит сегодня в наше сердце. Написано в Откровении, «Се, стою у двери и стучу», причем это слово к церкви, «стучит в твое и мое сердце», и говорит, «Склонись и покайся, склонись и позволь Богу, чтобы Он проверил тебя. Может быть, есть что-то, есть какая-то тьма, есть компромиссы, есть двойные стандарты, есть теплость, нет того рвения, того посвящения. Нам нужно склониться и покаяться». Итак, первое, что говорит Святой Дух сегодня нам, Он говорит, «Склонись и покайся». Второе, Он говорит, «Поднимись», потому что прежде мы смиряемся пред Богом, потом мы поднимаемся против планов дьявола, и здесь мы молимся, и мы противостоим планам дьявола, и мы говорим, «Не приблизиться к жилищу моему», и мы цитируем 90-й Псалом, и мы говорим, «Господи, мы просим у Тебя, чтобы Ты защитил нас, мы противостоим против дьявольских планов». Третье послание, которое Дух говорит сегодня церкви, Он говорит, «Посмотри, это время соединения, это время отношений». Я хочу сказать, что у многих разрушены отношения, и из-за скорости, из-за динамики жизни и ответственности мы просто бросали какие-то отношения. Сейчас время восстановления. Соединяйся с церковью, соединяйся духовно, соединяйся в разборе слова Божьего, соединяйся в поклонении, соединяйся с семьей своей. Это время воссоединения отношений. Итак, смирись, восстань, и соединяйся, восстанавливай отношения. И четвертую мысль, и мы будем молиться, я глубоко верю, что у Бога есть больше, чем просто сказать, смирись, противостань, соединяйся. Я думаю, что Бог сегодня, Духом Святым, хочет изменить нашу парадигму мышления. За последние годы, за последние десятилетия церковь была очень ориентирована на успех, который здесь, в этой жизни, на этой земле. И успех измерялся, определение успеха, оно мало чем отличалось от успеха мирского человека. Но я хочу сказать вам, что у детей Божьих настоящий успех измеряется совершенно по другим критериям. И эти критерии исходят из парадигмы того, что мы имеем вечную жизнь на небе. Поэтому наш успех не измеряется комфортом, количеством заработанных денег, где мы отдыхали, или куда мы ездим, или сколько у нас связей, или какая у нас карьера, какое у нас образование, как сильно влияние наше на этой земле. Наш успех измеряется тем, действительно ли мы выполнили то задание, которое Бог дал нам, когда мы живем на этой земле. Почитайте апостола Павла, он говорит о смерти, как о приобретении. Он говорит, я так хочу уже быть там, но мне нужно еще оставаться здесь, потому что я еще не закончил. Друзья, это человек, который полностью ориентирован на небесное жилище. И это человек, который является для нас тем образом, у которого мы можем учиться, как, живя на земле, быть заякоренным, зацепленным за небесное наше жилище. И вот эта смена парадигмы, я думаю, в это время происходит с церковью. Итак, еще раз, что говорит Бог? Он говорит, смирись и сделай инвентаризацию своего сердца. Покайся, если есть в чем покаяться. И снова возревнуй о Боге. Он говорит, поднимись против планов дьявола. Если ты усматриваешь дьявол, что-то делает, потому что он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Восстань против этого. Соединяйся с церковью, с телом Христовым. Строй отношения, строй в семье, строй с близкими твоими. И он говорит, измени парадигму своего мышления. Мы сыны воскресения, как сказал Иисус в Евангелии от Луки. Мы сыны воскресения. Отец Небесный, Я... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok